Итак, медвежья лапа, участники сообществ разных, кто будет покупать не только медвежьи лапы, но прутки их, подошли к последнему стержню. Оранжевый стержень, пруток, как угодно его можно называть. Самый последний в линейке из шести прутков, имеющий диаметр 10. Длина у этого прутка 0,200 мм длиной и диаметром 10. Диаметр 10. Самый тяжелый, потому что даже в длине 200 он должен показать значение выше девятки на 175. Он уже заряжен у меня, калибратор. Смотрим внимательно на первоначальный кинг. Смотрим на первоначальный кинг. И смотрим, что будет происходить дальше. Инструментальная сталь. Десяток мы массу откалибровали, стальной хват. Поэтому сейчас посмотрим, что это за десятка. Сколько она выдаст. Начали натягивать. Смотрим за кингом. 160, 200, 220. Ну, где-то на 240 начал ломаться. 260, 280, 300, 34, 305. Вот мы ушли за пределы, но он сразу отыграл. 304 килограмма. 304 килограмма. Почти 30 градусов. Почти 30 градусов. Но кинг где-то был на 240. Очень поздний. Значит, чуть-чуть я дам натяжку. 299. Все. 309,6. 309,6. На... Ну, на 30 градусах. Длине 200. Очень тяжелый. Так как длина неудобная, скажем так, для многих, для заноса. Вот он отыграл. То есть... Укорочение на сантиметр это примерно 10%. Примерно. Это, опять же, все это условные килограммы. Условные единицы, так скажем. Поэтому... Это надо каждый размер проверять. Сейчас мы покладем. Посмотрим. Значит... Конечно, это для очень продвинутых, скажем так, уровень. Ну... В общем-то... Вот она середина. Даже чуть-чуть не затянули. Где-то градусов 28-309 килограмм. Вот приготовленная для калибровки на горизонтальном измерителе. Этот сейчас мы подожмем до 70 градусов. То есть они все сейчас на 70 градусов выставлены. Чтобы с 70 посмотреть, что там дальше. Так что вот так. Ну, в общем... Вот такие прутки инструментальные. У медвежьей лапы. Покупайте, ребята. Занимайтесь бендингом. Гните. И... Гните этот обрезанный. Будет сильно. Всем пока. Итак, медвежья лапа. Последняя калибровка. На горизонтальном калибраторе. Последний самый тяжелый прут. Оранжевый. Диаметром 10. Длиной 200. 200 миллиметровые прутки. Инструментальная сталь. Посмотрим. Значит, 315 почти. Значит, там 30 градусов будет 315 килограмм. Смотрите, какая дуга. То есть десятка уже дает большую дугу. Это не складывание 5, 6, 7 миллиметровых диаметров. Я вот его догнул до 90 градусов. Понятно, что 315 это максимальная была отметка на 30 градусов. Потом все как бы падать будет. Единственное, для человека будет тяжелее, потому что будут меняться углы. И плечевой пояс по-разному будет реагировать на эти углы. Смотрим, сколько потребуется здесь килограмм. Поехали натягивать. Ну, 254 килограмма начали его складывать. Смотрим дальше. Смотрим за килограммами. Видите, идет западение. Но сохраняется, в общем-то, дуга. Сейчас посмотрим. Сорвало на 130. Так что, ребят, на 130 сорвалось у нас. Ну, вы видели, значит, постоянно шло западение. Соскочил у меня механизм. 200 миллиметров. Вот, видите, уже остро не получится. Потому что десятка, потому что инструменталка. 130 килограмм было. Дотянули мы, ну, в общем-то, до 5,5 практически. Еще немножко, где-то килограмм 125 бы сложили бы его. Вот такой красавец. Оранжевый, самый тяжелый. Ну, ребят, здесь каждое обрезание на сантиметр. В общем, на 180 он будет как КААСБ. Это в районе 370 килограмм. Итак, я наведем сюда. Инструментальная сталь от магазина Медвежья Лапа. Занимаемся, ребят. Белый, зеленый, синий, красный. Необыкновенный. И оранжевый прудок. 5, 6, 7, 8, 9, 10 диаметром. 150, 125 и тоже 150. Два по 150, 175, 175 длина и 200. Значит, вот у меня в руках полные калибровки. Смотрите фильмы. Все можно гнуть. Для продвинутых, для начинающих и для занимающихся. Всем здоровья, удачи, пока. Не знаю, пока. Продвинутых. ко temporarily удачи. Так, давайтеろう. Пока. Продолжение следует...